Здравствуйте! В эфире Вести Карачева, Черкесия. В средней общеобразовательной школе села Маруха прошло открытие мемориальной доски ветерану Великой Отечественной войны первому директору данного образовательного учреждения Асланбеку Зулкарнаевичу Каракотову. В мероприятии приняли участие представители администрации Зеленчукского района, представители рода Каракетовых и общественные деятели. О трагической судьбе героя войны подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Жизнь героя не знает предела. Средь живых он остался живым. Эти строки так отчетливо передают тяжелую судьбу ветерана Великой Отечественной войны Асланбека Каракотова. Он прожил короткую жизнь, но в памяти народа навсегда останется храбрым воином, который вел борьбу с фашистскими захватчиками. Именно на таких примерах должна воспитываться молодежь, которой ценой собственной жизни защищали наше Отечество, отметил исполняющий обязанности глава администрации Зеленчукского района Александр Шайдаров. Пока старшее поколение помнит и передает это детям, внукам, это не забыто. Также я хотел, чтобы и молодежь не забывала и продолжала все традиции своих предков. Призываю вас, вы все граждане Российской Федерации, вы будущее своей страны. Поэтому вы должны равняться на старшее поколение. С 1928 по 1931 года Асланбек Каракотов работал учителем в средней школе села Маруха и одновременно руководил строительством учебного заведения, по завершению которого стал директором. В период Великой Отечественной войны воевал на фронте в должности политрука. После тяжелого ранения под Батайском был комиссован и вернулся в родное село. В период фашистской оккупации был связным партизанского отряда. Немцы долгое время выслеживали его, но никак не могли догадаться, что без ноги и с трудом передвигающийся Асланбек Каракотов был именно тем самым связным, который наносил большой урон отрядам фашистов. В 17 лет он мог учить детей, в 20 лет его определили директором школы. После этого он начал строить здесь вот эту школу в Марухе. Он отдан был своей родине, он отдан был своему народу, но на его счастье загремела Отечественная война. Дали ему повестку в руки, и он пошел воевать. Когда он вернулся инвалидом, даже в это время он не мог оставить своих солдат. Он везде им помогал, везде ходил, передачи носил. 25 декабря 1942 года фашисты все-таки выследили Асланбека Каракотова и арестовали его. После жестоких пыток, так и не добившись своих целей, они 8 января расстреляли сильного духом Асланбека. Ему было всего 33 года, но его героизм и служение родине навсегда запомнят потомки, отмечали собравшиеся. Такие вещи, конечно, забывать нельзя. Именно на таких людях наша страна веками стояла и будет стоять. И все мы очевидцы того, что сегодня творится. Но благодаря вот таким людям и его потомкам, я имею в виду нас ныне живущим, кто охраняет, кто кормит эту страну, враг, как говорится, коллективный, нашу землю топтать не будет. После заместитель фамильного рода Хасан Каракетов, исполняющий обязанности глава администрации Зеленчугского района Александр Шайдаров, открыли мемориальную доску Асланбеку Каракотову. Спустя 80 лет память о его подвиге был увековечен, отметили они. С открытием этой доски вы будете с гордой головой входить в вашу школу. Вы будете знать, что первый учитель Морожской школы был легендарной личностью. Настоящим патриотом своей страны, героем из села вашего. Помните это и не забывайте. В завершении собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске Асланбека Каракотова. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчугский район. У православных верующих продолжаются святки. Они продлятся до крещения. А начался праздник накануне с Рождества Христова. Во всех храмах Карачаева-Черкесии прошли торжественные богослужения. На одном из них побывала и Ольга Савенко. Рождество Христово – один из главных православных праздников. По значимости считается вторым после Пасхи. Он был установлен уже во времена учеников Иисуса Христа, апостолов, во вспоминании Рождества Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии, Вифлеемы, и отмечается всегда в один и тот же день – 7 января. В этот день заканчивается рождественский пост и начинаются святки, которые продлятся до крещения. В ночь на 7 января во всех храмах Карачаева-Черкесии прошли торжественные богослужения, на которых побывали тысячи православных жителей республики. Святой праздник для всех христиан под сводами храма Сергия Радонежского в Черкесске встречали и казаки республики. Это один из самых почитаемых христианских праздников. И в первую очередь это для казачества, потому что церковь и казачество уже много лет вместе. Казаки с уважением относятся к этому празднику, всегда присутствуют. Я как атаман отдела проехал сегодня и в Никольском соборе был, и Сергия Радонежского, чтобы посмотреть, поговорить с батюшкой, с прихожанами, поделиться этой радостью, что на землю пришел Спаситель. В храмах в этот день совершается литургия святого Василия Великого. Поет песнопение Рождества Христова. Тропа Рождества – основной гимн праздника. Божественная литургия, которая служится в этот день, это напоминание о пророчествах и событиях, которые предшествовали Рождеству Христу, рассказ о земной жизни Христа и Богородице. Икона рождения Спасителя в этот день – главное в любом храме. На ней изображена сцена, рассказывающая библейскую историю появления на свет Иисуса Христа. Такое важное событие свершилось, как известно, тихо и неприметно. Мария и Иосиф, придя на перепись в Эклием, не нашли места в гостинице и остановились в пещере для скота – вертепе, где ночной порой и родился младенец Иисус. Поэтому к празднику в храмах наряжают рождественские ели и обязательно устанавливают вертеп, где яслих лежал новорожденный Спаситель. Уже много лет огромное количество людей разных стран ждет праздник Рождества Христова как один из самых дорогих и любимых. Ждут его и в Карачаево-Черкесии. Взрослые готовят праздничные угощения и подарки, дети учат стихи. Вот и снова Рождество, силу небесное торжество. В этот день Христос пришел, чтобы спасти наш мир от зол. Слава вечная Ему, побеждающему тьму. Поздравляем с всей душой, с этой радостью большой. Мы всегда в рождественский сочельник ходим к крестным родителям наших детей, носим кутью, угощаем, дети получают подарки. Мы готовимся к празднику, всегда печем рождественских ягнят и раздаем их своим друзьям, близким. Вот это наша такая семейная добрая традиция. Дети помогают. Любите этот праздник? Очень любим. Это, наверное, самый светлый, радостный праздник в году. Праздник Рождества Христова – это светлая и тихая радость. Это дата начала новой эпохи для человечества. Даже наш календарь отчитывает вот уже третье тысячелетие именно с этого момента. Православная церковь – словно гостеприимный дом, где верующие чувствуют себя частью одной большой семьи, славящей своего Спасителя. В сердцах людей – духовное обновление и светлая радость. Считается, что на Рождество небеса открываются, и Господь слышит каждую молитву, обращенную к Нему. Только просить надо о самом сокровенном, от чистого сердца, и тогда все исполнится. Ибо сказано – просите, и дано будет вам. Сквозь призму времени и традиции живой звук шичепшин звучит отголоском прошлого. Ему вторят смычковые струнные инструменты, дополняя композицию с современными тенденциями в музыке. Микс аутентичной музыки с традиционными адыгскими песнопениями в исполнении фолк-ансамблей «Созвездия» и «Джерпаджэш» был представлен меломанам республики. Среди них была и Фатима Даурова. Тематический музыкальный вечер открыл ансамбль народных инструментов «Вагобе» – созвездия из Хабесского района, который представил зрителям программу, состоящую из старинных черкесских песен и наигрышей. Это часть многовековой истории черкесов, нашедшая отражение в музыкальном фольклоре, в современной интерпретации, но не утратившей изюминку самобытности. «Вагобе» Благодаря таким энтузиастам возрождаются традиции народных бардов, черкесских министрелей, которые своими корнями уходят далеко в глубь истории. В ходе подготовки ребята разучивают свои инструментальные и вокальные партии, слушая архивы прошлого века с голосами предков. «Очень нравится, и мы этому рады. Эта щитопщина давно у нас, давно не звучала, а сейчас с удовольствием. Помимо этих взрослых и маленьких, и маленьких, все с удовольствием хотят этому научиться. Мы очень этому рады. Я надеюсь, это уже больше не потеряется. Там столько детей хотят этому научиться, я надеюсь, это не потеряется. Вот это и есть вклад». «Когда я начала заниматься щитопщиной, в то время практически никто не занимался этим. Мне было интересно, и мама тоже была за, и вот решила пойти попробовать. Я чувствую счастье и гордость за то, что мы так хорошо прославляем нашу культуру». Представленная сегодня репертуарная база этнографического проекта «Джерпаджач» сложилась из архивных записей прошлого столетия и результата поисковых экспедиций по городам и селам Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Осетии. Музыканты группы вместе со своими наставниками Тимуром Кадзоковым и Булатом Халиловым ставят перед собой первоочередную задачу сохранить ускользающее искусство сложения и передачи традиционного мировоззрения, уклада жизни и культуры адыгов через старинные обрядовые охотничьи врачевальные песни. Музыканты группы вместе со своими наставниками Возобновление данных традиций, этих этнических песен, например, песен, танцевальных мотивов, все это очень важно для сохранения культуры. Я считаю, что если молодежь чаще начнет интересоваться этим, то наша культура, она вновь возобновится, станет так же цениться, как это и было раньше. Это огромный труд. Попробуйте, ребенок приходит к тебе и даешь это защищать общину. Попробуйте это. Это очень много значит. Это тоже развивает внутренний мир этих детей. Внутренний мир, понимаете? И то, что они из глубины, они вытягивают каждую интонацию старинных, этих наших народных песен. Это очень много стоит. Огромнейший труд они сделали. Мне очень понравилось, что первый коллектив и второй коллектив. Каши пособнили, они были хороши. Реакция зрителей сподвигла юных музыкантов двух фолк-ансамблей к принятию решения о продолжении совместных выступлений перед публикой разных регионов Кавказа. Фатима Дорова, Миха Каракеляна, Ренат Мука. Вести. Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова